Коль Нотс говорит, что когда дело доходит до его Учимата и Харайгоши, он имеет в виду одну ключевую вещь – как добиться реакции своего партнера. Именно эта реакция генерирует решающий импульс, который ему нужен для того, чтобы провести бросок. Для проведения своих стандартных вариантов Учимата и Харайгоши, он сначала имитирует атаку Косотогари. Это движение для атаки Косотогари имеет направление назад и предназначено для смещения веса тела партнера вперед. В этом примере Учимата вы можете увидеть, как партнер переходит из относительно устойчивой позиции до положения, когда его ноги оказываются в нестабильном положении. И именно это позволяет Оутсу провести свой бросок. Для получения результативных оценок, Оутс, как правило, больше использует Учимата, но в зависимости от положения ног своего партнера, он может довольно легко перейти на Харайгоши, не проводя атаку внешней стороной дальней ноги. Оутс говорит, что его меньше беспокоят технические сложности того, что делают руки, ноги и бедра, а больше заботит то, как перевести своего партнера в положение, в котором его можно было бы бросить. Поэтому его внимание сосредоточено на раздергивании соперника и в нужный момент немедленном переходе на бросок. Оутс также использует Учимата, когда его левый рукав захвачен соперником. Этот вариант работает на основе использования желания партнера сохранить, казалось бы, доминирующий захват за рукав. Продолжая удерживать захват за рукав, соперник создает движущий импульс вперед, который использует Оутс в свою пользу. Теперь у вас есть шанс изучить Колина Оутса и его Учимата и Харайгоши с фантастическими подробностями о переносе веса тела и раздергивании соперника и ключевых различиях в его вариантах захвата за рукав. Это еще больше вы можете увидеть на Супер Стар Дзюдо. Супер Стар Дзюдо Супер Стар Дзюдо